Стиль ведущих представляет магазин Монтон. Здравствуйте! В эфире Первого городского службы новостей «Город» в студии Вероника Сухачева. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях четверга, 18 июля. Смотрите в ближайшие минуты. Немецкое консульство в Калининграде не справляется с потоком туристов, а в Литовском как никогда мало посетителей. Борьба за место в очереди для калининградского туриста закончилась судом. Стали известны итоги громкой драки на подъезде к погранпереходу к жеходке Мамонова. Животные тоже слушают классику. В зоопарке возрождают старую традицию – живые концерты. Навальный, садись, пять. В Кирове вынесли приговор известному оппозиционеру. Его калининградские сторонники вышли на митинг. Детские погремушки и обувь 17 века. В Музее Мирового океана во время очередных раскопок нашли массу интересных вещей. Теперь подробнее. Переполох в немецком посольстве. Пока польские власти ужесточают условия для получения визы, другие консульства пытаются справиться с наплывом посетителей. Почему желающие попасть в Германию должны ждать до осени? И сколько нужно ждать визу других наших соседей? Смотрите в первом материале выпуска. Эта очередь немецкое посольство за последние пару недель стала уже привычной. Елена получает визу в первый раз. Решила с мужем съездить к родственникам. Пришла к открытию, но все равно оказалась в конце. По ее словам, ожидание ее не смутило. Но кроме живой очереди есть и другие сложности. Единственное, что очень сейчас говорят, что уже на сентябре месяц запись. Это не очень радует. Очень длительный период ожидания для того, чтобы сюда попасть вообще на сдачу документов. А так сам-то процесс уже когда сдал, и вот через неделю получаешь, проблем-то нет. Ежедневно консульство Германии обслуживает более 200 запросов на получение визы. Наплыв желающих в этом году консул Рольф Крауза связывает исключительно с интересом туристов непосредственно к самой стране. Другая возможная причина – ужесточение условий получения долгосрочных виз со стороны Польши. Напомним, теперь, чтобы посетить соседнюю страну, калининградцы обязаны предоставить чеки из гостиницы или турагентств за последние два года. Как доказательство их пребывания там в течение шести дней. Но, как оказалось, на самом деле ситуация не так плачевна. По последней информации, которую я получил от своих коллег из визового отдела, есть еще свободные места в августе. Благодаря организационным моментам нам удалось немного увеличить число принимаемых заявок, поэтому запись возможна раньше. На жаркий летний период консульство специально открыло дополнительное окно приема выдачи документов. А если мониторить ситуацию по интернету, то случайно освободившееся место в списке может достаться вам и в конце июля. Но разгар сезона сейчас не во всех консульствах. К примеру, у наших ближайших соседей Литвы желающих получить визу стало даже меньше. За июнь месяц несколько меньше заявителей, чем за июнь месяц прошлого года. Это говорит о том, что калининградцы обладают многократными визами, и им не надо так часто обращаться к нам. На сегодняшний день в консульстве Литвы выдаются талоны на подачу документов на 23 июля. А сама виза делается в течение пяти дней. Для сравнения, если уж вы дождались и подали на немецкую визу, ждать придется неделю. В целом, представители обоих консульств сошлись в одном. Кто думает о летнем отдыхе и делает визы заблаговременно, с проблемами не сталкиваются. Екатерина Степанова, Максим Кириченко, Служба новостей город. И в продолжение темы. Калининградская семья могла вообще лишиться права на получение выезда за границу. Причиной этому стала разборка поляка и калининградца на подъезде к погранпереходу к жеходке Мамонова. Напомним, в марте этого года семью Шориных задержали полицейские за драку с гражданином Польши. Калининградец просидел в местном участке около суток. Все это время его жена и пятилетний ребенок дожидались, когда главу семейства отпустят. После интернет облетело видео той самой драки. А в городе Гданьске по этому делу прошло судебное заседание. Чем закончилась эта история для калининградских туристов в нашем следующем материале. Муж подошел к поляку, спросил по какой причине он стоит вне очереди. На что получил агрессивный ответ такой, что хочу и стою. Он говорит, ну может есть какая-то причина, по которой вы стоите без очереди, а я должен стоять в очереди. Получил кучу нецензурной брони. Ну что может сказать? Ну в таком случае пойдем к пограничникам и вызовем полицию. Полицейские вмешались чуть позже. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как мужа Татьяны монтировкой избивает мужчина. Все это происходило на глазах их пятилетнего сына. Со слов Татьяны драка завязалась с обычного замечания, сделанному гражданину Польши. За то, что он наглым образом влез в очередь на пограничном контроле. И многие калининградские туристы на практике знают, что пробки на границе бывают немалые. И нервы сдают даже у самых стойких. Не выдержали и нервы поляка. Набросился с кулаками, муж мой отходил. В дальнейшем он выхватил монтировку, подошел к машине. И с угрозами того, что я сейчас разобью твою машину и тебя, напал на мужа, целясь в голову. Попал по руке. Муж Татьяны пытался обороняться, но все же получил травму руки и ушиб лица. Гражданин Польши не постеснялся окружающих. Мы связались с одним из свидетелей происшествия того дня. Они разговаривали, я как раз в этот момент стояла на улице. Они разговаривали, и поляк кинулся. Начал его бить. Наш не сопротивлялся. Он не оказывал никакого такого... Может, он его толкнул только в один момент. Потом, когда он упал, начал ногами бить его поляк. Потом он развернулся, пошел, открыл багажник, взял монтировку. И уже начал... Ну, наш парень начал задом отходить. Как раз возле моей машины он его начал монтировкой бить. После семья провела долгие часы в полицейском участке Польши. Когда Шорина отпускали, то предупредили. С визой и пересечением границы могут начаться большие проблемы. Сразу по приезду Татьяна обратилась с заявлением в полицию, правительство, МИД и генкольцульство Польши. Она даже написала президенту. Но, как оказалось, единственное, чем могли помочь семье, это консультация и переговоры с властями Польши. Правительство Калининградской области написало обращение и в адрес воеводы, в Армейнско-Мазурского воеводства, и в адрес генерального консульства Польши в Калининграде, для того, чтобы эти органы также были проинформированы о произошедшем инциденте и с просьбой о том, чтобы проводились соответствующие мероприятия для расследования этого дела. Но, несмотря на контроль властей с нашей стороны и соседей, оповещение о судебном заседании, которое проходило 13 июня в городе Гданьске, пришло семье Шоринах только на днях. В результате чего, из-за недостатка свидетелей и фактов, судебное дело закрыли. Сейчас семья Шоринах продолжает пересекать границу и надеется, что их личный пример поможет соотечественникам избежать подобных проблем. Елена Кивенко, Георгий Маторин, Служба новостей, Город. Концерты в музее. Главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне предложил проводить концерты и городские праздники в историко-художественном музее. Сооружение штат Хали было построено как концертный зал в 1912 году. И сейчас оно может стать одной из главных концертных площадок города. По планам архитекторов, все музейные экспонаты историко-художественного музея могут переехать в здание на Литовском валу. Его восстановят как здание культурного наследия. Администрация и архитекторы уже обратились к губернатору с просьбой рассмотреть эту идею. Построено в 2012 году, в 100 лет ему крепкое здание. Используется как музей. Вот в моем понимании не совсем эффективно. Там есть коллекция, какие-то фонды. А вообще это было здание штат Хали, как раз вот для именно этих целей, построенное в свое время. И весь этот атриум был перекрыт перекрытиями, создан на новой этаже. А вообще это зал на 1600 мест. Но уже известно, что штат Хали не подойдет для проведения массовых концертов. Конструкции и формат сооружения больше востребованы для городских мероприятий и торжеств. Напомним, сооружение штат Хали в годы фашистской Германии использовалось для проведения политических мероприятий. В ее картинах старый Кёнигсберг – лишь отражение в воде. В историко-художественном музее прошло открытие выставки известной итальянской художницы Лючии Ламберти. В наш город она привезла серию акварелей и живописных работ. Какой он, Кёнигсберг, глазами гостей из Италии. Смотрите прямо сейчас. В такой атмосфере проходят последние приготовления к выставке. За 40 минут до начала появились и первые поклонники итальянской художницы. Историю Кёнигсберга Лючия заинтересовалась несколько лет назад. Над циклом «Семь мостов» работала как настоящий исследователь. Изучала архивы и старинные фотографии. В результате появилось около 40 картин. В нашей стране Лючия впервые, но чувствует себя здесь почти как в родной Венеции. Оба города имеют лагуну. У них одинаковые мосты и береговые укрепления. И в то же время есть еще такие отражения – блики от воды, которые витают в воздухе. Водная тема – одна из ключевых в картинах художницы. Она объединяет три ее части. Как призналась, Лючия – вода, та стихия, которая уносит все, даже память. Полюбоваться видами старого города калининградцы смогут до 8 сентября. Сразу после рекламы вы увидите. Животные тоже слушают классику. В зоопарке возрождают старую традицию – живые концерты. Навальный, садись, пять. В Кирове вынесли приговор известному оппозиционеру. Его калининградские сторонники вышли на митинг. Детские погремушки и обувь 17 века. В Музее Мирового океана во время очередных раскопок нашли массу интересных вещей. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей города. Мы продолжаем. За этим процессом следил весь мир. В четверг, 18 июля, известного блогера и оппозиционера Алексея Навального приговорили к пяти годам тюрьмы. Районный суд Кирова признал его виновным в деле охищения Киров леса. Напомним, накануне Навальный официально стал кандидатом на пост мэра Москвы. Сейчас он находится в СИЗО. Решение суда вызвало широкий резонанс в обществе. Сторонники блогера устраивают митинги по всей стране. Самый громкий приговор нашел отголоски и в Калининграде. Возле памятника родина-мать в 7 вечера прошла акция в защиту оппозиционера. К слову, она санкционирована мэрией. В буквальном смысле тихий пикет. На людей не так много, обстановка спокойная. Уже и ставшие привычными лозунги на плакатах о коррупции, о Навальном и несправедливости. Поэтому я вышел здесь, потому что я против несправедливости, которая сегодня случилась. Напомним, Навального обвинили в хищении леса на сумму в 16 миллионов рублей. За это его приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. И штрафу в полмиллиона. Политических мотивов в деле суд не нашел. Защита блогера приговор обжалует. Также сегодня Навальный отказался от участия в выборах на пост мэра столицы. Хотя формально он еще кандидат. Несмотря на все заявления про условный срок, Алексей точно знал, что это будет реальный срок. Он будет долгим. Я и вся наша семья поддерживаем. Поддерживали. И будем поддерживать его и впредь. Вечером стало известно, прокуратура обжаловала приговор. Навального могут выпустить из изолятора уже утром. Правда, надолго ли, никто не знает. Лучшие учителя России получат денежный подарок к своему профессиональному празднику, а в городе снимут рекламные растяжки и реконструируют зеленые зоны. Более подробно с этими и другими не менее интересными новостями вас познакомит моя коллега Светлана Федорова в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». Здравствуйте. С калининградских улиц уберут все рекламные растяжки, а также пересмотрят общую схему расстановки рекламных объектов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный архитектор города Вячеслав Гены. Уже сейчас все рекламные договоры делают кратковременными, чтобы к чемпионату мира по футболу полностью избавиться от растяжек. Ярослав Чубинский стал новым послом Польши в Литве. До этого он 6 лет проработал генеральным консулом Польской республики в Калининграде. Президент Литвы уже приняла от него верительные грамоты. На встрече они также обсудили польско-литовские отношения и вопросы региональной безопасности. В Калининграде реконструируют семь зеленых зон. Это парки Южный и Балтийский, парковые территории вдоль Литовского вала, улиц Сомера и Рокоссовского. А также скверы на улице Борзова, Карла Маркса и Пацаева. Здесь построят новые пешеходные дорожки со скамейками и уличными фонарями, устроят кумбы и цветники. В сквере на пересечении улиц Чайковского и Леоново установят также скульптуры по мотивам сказок Пушкина. Работы начнутся в 2013 году. На них планируют потратить около 4 миллионов рублей. 200 тысяч рублей получат лучшие учителя России к своему профессиональному празднику. Об этом сообщило Министерство образования и науки. В списке победителей уже составлены. В него вошли лауреаты национального проекта образования. Это учителя общеобразовательных школ со стажем не менее трех лет. На выплаты педагогам выделят около 3 миллиардов рублей из федерального бюджета плюс средства из бюджетов областей. В Калининградском зоопарке каждый выходной будет звучать живая музыка. Посетители смогут насладиться выступлениями местных творческих коллективов. Таким образом зоопарк возродит старую кёнигсбергскую традицию концертов духового оркестра. Она существовала с самого открытия зоопарка в 1895 году. Первый концерт пройдет уже в эту субботу в 6 часов вечера на площадке между слоновником и обезьянником. Курсы валют на 19 июля. Доллар США – 32 рубля 40 копеек. Евро – 42 рубля 44 копейки. Литовский литр – 12 рублей 30 копеек. Польский злотый – 9 рублей 99 копеек. По Балтийскому морю могли плавать испанские пираты. Эту гипотезу подтверждает находка группы археологов на территории Музея Мирового океана. Сегодня, 18 июля, на место раскопок приехал куратор этого проекта Александр Хохлов. Он рассказал нашей съемочной группе еще массу интересных фактов. Например, чем играли дети в 17 веке и что носили мужчины и женщины на прусской земле. Новые подробности из истории Кюнигсберга в нашем следующем сюжете. Выше откладывается скульптурный слой в нижней части 16 века, выше 17 века и начала 18 века. Они докопались уже до 16 века. Несколько месяцев куратор археологических раскопок Александр Хохлов пристально следит за работой своих коллег. Оказывается, земля на этом месте скрывает много исторических фактов. Только за полтора месяца на этом месте найдено больше 800 артефактов. Например, кухонная утварь, кожаная обувь и даже железные погремушки. Возможно, ими дети играли примерно в 17 веке. Нашли здесь и монеты. У группы археологов сразу появилась масса версий, ведь монета-то испанская. Одна из самых интересных находок, которая обнаружена в этом полевом сезоне, это монета-серебряная монета-достоинство 2 реала, которая была отчиняканена в Испании из южноамериканского серебра. Поэтому она имеет двойное номинование. Ее также называют пиастрами. Вот те самые пиастры, о которых крещет пропугай капитана Флинте. Пиастры, пиастры. Эта находка может в корне изменить некоторые факты истории Кёнигсберга 17 века. Возможно, в Балтийское море заплывали испанские пираты или торговцы. Эту монету и другие ценные находки обнаружили местные археологи. Рабочий день энтузиастов с лопатой начинается в 10 часов утра, а заканчиваться может поздним вечером. Такая ситуация складывается, что много материала за день достали. То есть, если мы его сегодня не обработаем, завтра будет еще больше материала. Мы просто не успеем это сделать. Поэтому у нас как конвейер практически. То есть, нам надо, иногда приходится оставаться и просто все это доделать. Работы много. Всего над разгадками тайн Кёнигсберга работает 100 человек. Археологи копают аккуратно, снимая лишь верхний слой в 3 сантиметра. Все найденное отправляют на помывку и тщательную просушку. Это дело поручено студентам, будущим археологам. После все находки реставрируют. Самые ценные артефакты становятся экспонатами музея. Сейчас цифра таких приближается к тысяче. Раскопки в самом разгаре и закончатся они 10 августа. Калининградцам пообещали, что до этого времени еще будет открыто немало тайн города. Алексей Колодкин, Дарья Веклич, Дмитрий Казаков, Служба новостей города. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 91-94-04. Или присылайте их на наш электронный адрес канал 1собака.мейл.ру. Также напоминаю, что все выпуски дублируются на нашем официальном сайте 1городской.ру. И это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева. Я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет Служба новостей город. Всего вам доброго и до встречи. Стиль ведущих представляет магазин «Монтон». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok